Я запустился с флешки, на которую установлена майская версия этого года MX18.3 Единственное, что я сделал, я сюда установил программу ABS Studio, несколько ее поднастроил и теперь буду сделать установку на жесткий диск своего лаптопа. У меня жесткий диск на 1 терабайт, а лаптоп по диагонали 14 дюймов. Вот таким вот образом. Что я сделаю? Я тут как-то ставил MX. Сейчас возьмем просто-напросто для чистоты эксперимента. Отформатируем в extension 4. И раздел home тоже отформатируем в extension 4. Значит, в принципе, даже 30 гигабайт вполне достаточно для корневого раздела. Но я сделал замахом, сделал 50 под корневой раздел и 150 под домашний. На своп выделил 8 гигабайт. Ну, давайте посмотрим. Применить. Закрываем. Ну, и проверяем. Ну, вот, 50 гигабайт общий размер. Там 1.8 занято. 150, 3.4 занято. Ну, практически диски раздела пустые. Вот таким вот образом. Значит, ну что, у нас, значит, SDA1 это будет загрузчик. Значит, SDA2 это у нас будет swap файл. 3 корень. И 4 домашние разделы. Вот таким вот образом будем устанавливать. Значит, ну, для этого просто-напросто нажимаем на значок установщика. Левой кнопкой мышки кликаем. Один раз тут достаточно. Ну, и бежим в настройки, потому что нужно поменять языки. Вот я нажимаю изменить. Добавляю я сюда английский язык. И добавлю я сюда русский. Ну, английский, американский я убираю за недановностью. Если вам это нужно, оставьте себе американский, английский. Дело, скажем так, на любителя. И так, как мы видим, значит, лояут у нас, значит, английский, английский и русский. Нажимаем на кнопочку следующий, next. Здесь, значит, я остановлюсь вот на установка по выбору. Значит, ну что. Под корень, значит, у нас было выделено 50 гигабайт SDA3. Под хоум 150 гигабайт SDA4. Под своп было выделено 8 гигабайт. И под корень ну, оставим корень таким, какой он есть. Ладно. Нажимаем на кнопочку next. Соглашаемся. Здесь, значит, меня это устраивает, потому что у меня диск GPT, он должен стоять ESP, установить, ну, и, значит, вот, загрузчик будет на первом разделе 512 мегабайт. Все так, как мне нужно. Нажимаем на кнопочку next. ну, тут я даже могу добавить имя компьютера 18 точка 3 Идем дальше. Здесь, значит, локалка. Локалка, значит, мне надо ставить русскую. А тут придется посмотреть. Вот русская локалка. Теперь, значит, часы поставим 24-часовой формат. И здесь придется мне побегать, поискать Европу, найти Лондон и отметить его галочкой. У вас, значит, надо будет по Европе поискать Москву и ее галочкой отметить. Вот вот Европа-Москва. А у меня, вот, я оставлю себе Европа-Лондон. 24 24-часовой формат. Нажимаю на next. Имя пользователя. Я всегда пишу user. А вы можете свое. свой ник поставить. Минимальное количество букв в пароле здесь два. Поэтому я ставлю две единички. Здесь ставлю две единички. Здесь две. И здесь две. То есть у меня что пароль пользователя, что административные пароли леднее те же. Ставлю автоматический вход. Нажимаю на кнопочку next. И, значит, идет установка системы на жесткий диск компьютера. установка. Программа заканчивает установку. Загрузчик групп осталось несколько процентов. скажем так, немножко подождем. итак, видим фразу installation complete. Установка закончена. Если нажать на кнопочку finish, то практически компьютер выключится. Затем, когда погаснет экран, нужно будет вынуть флешку. Дождаться включения компьютера, он, как правило, стартует уже из менюшки созданной программой MX. Значит, ну, давайте посмотрим. Итак, займемся настройками только что установленной MX 18.3 на лаптоп с экраном 14 дюймов и жестким диском на 1 терабайт. Вот такое железо оперативки у меня здесь 8 гигабайт. Значит, ну, первым делом я всегда люблю менять положение панели. Вот, панель, параметры, и я люблю, чтобы она была наверху. Вот таким вот образом. Значит, Ну, даже пусть будут большие крупные значки. Ладно. Значит, ну, эту приветственную табличку я, значит, убираю, не отмечая галочкой, и до на следующий раз она мне уже показываться не будет. Вот, значит, просто-напросто закрываем. А здесь займемся, значит, небольшими передвижениями. Я люблю, чтобы значок менюшки был вот здесь. Клавиша, кнопочка выключения, чтобы была вот здесь. И кнопочка времени, что была вот здесь. Вот, в принципе, такие вот настройки меня, значит, устраивают. И теперь я поставлю те программы, которые мне нравятся. Значит, ну, первым делом подключусь к сети. Вот, я включаю значок сети. нажимаю подключиться. И сейчас я просто-напросто к нему подключусь. Итак, я завел свой пароль, к сети подключился. Вот значок сети показывает, что я подсоединен к сети. Легко проверить. Значит, откроем браузер, посмотрим, что тут в браузере делается. интернет как видите, странички листаются. Интернет подсоединен нормально. Пока я это дело закрою. Значит, какие здесь программы я обычно ставлю, которые мне нравятся. Ну, первое, я, значит, ставлю программу конки менеджера, но вот судя по тому, что здесь имеется уже вот этот виджет, то особых проблем-то не будет, потому что конки менеджера сюда уже установлен. вот мы можем его посмотреть. Пойдем на все. Вот оно, красавчик сидит. Давайте посмотрим. Вот к нему был подключен конки элементарий. Вот мы это дело и пока прикроем. Сейчас поставим программу TimeShift отметить для установки и применить. Теперь запустим эту программу. я здесь просто наберу Time. Вот она. Две единички. Проверим, что у мне тут есть, чего тут нет. Я как-то делал копию настроенной MX18. А сейчас сделаю вот именно скажем так не целованную копию. Вот на этом разделе у меня похоже. Оно все и должно быть. да. Здесь у меня уже поднастроенные копии. Linux Mint Linux MX18.3 с одним рабочим столом X-Face а здесь X-Face и цена Mono. А сейчас значит я создадим копию именно MX18.3 с рабочим столом и так заканчивается создание резервной копии скажем так с нуля и у меня теперь будет значит практически нулевая нецелованная копия только что установленная MX18.3 затем с одним рабочим столом настроенная с X-Face и с двумя рабочими столами X-Face и CineMon но это я уже так сказать сделал для себя потому что мне нравится рабочий стол CineMon но это скажем так на любителя и так программа TimeShift заканчивает создание копии и скоро мы увидим здесь вот в менюшечке еще один пункт так ну вот снимок сделан и вот здесь вот я могу значит сделать такие отметки первое поставить поставить лениво вот так мы сюда поставим название и напишем раз два три нулевая здесь можем написать просто настроенное вот теперь мне легко будет определиться что у меня и какая копия значит есть значит на ненастроенной копии я значит вам покажу как добавить коночки вот еще ряд там настроечек а дальше уже как говорится все зависит от вас там что вам нравится ставьте себя и настраивайте как угодно я показываю просто общие принципы которыми я пользуюсь думаю что вам они окажутся полезными ну первое значит нужно попасть ко мне на сайт с моего сайта скачать коночки давайте пойдем это мой сайт я его значит здесь поставлю в закладке поставлю на панель закладок а здесь поставлю две простые буковки А А достаточно для меня вот он у меня сидит в закладках теперь значит идем скачиваем конки ну у меня четырех четырех четырнадцатодиймовый экран поэтому я вот скачаю себе коночки коротенькие такие а вы можете тут поскачивать их все и вставить куда надо вот куда я вам сейчас покажу посмотрите вот значит мы идем загрузки вот эти коночки вот я просто беру их вырезаю поднимаюсь повыше вид скрытые файлы и вот здесь должно быть словечко конки вот оно вот сюда я и вставлю свои коночки вставил теперь значит сверну пока да даже так и все вот конки менеджер и в самом низу должна стоять моя коночка вот оно значит я значит тут я подработаю но первое ну где-то скажем вот так сеть он будет показывать или нет давайте посмотрим надо открыть терминал и набрать команду или открыть браузер и что-то никаких я движений не вижу но коли их нет значит поищем здесь тоже ничего нет да поищем в терминале терминал и напечатаем для поиска беспроводных сетей iw config только не config а config нажмем enter так а просто вот влан 1 у меня стоит и все значит поэтому вот я нажимаю сюда применить вон уже цифры побежали а все остальное значит я уже там под настроем поубираю расстояние между ними значит здесь давайте посмотрим настройках уже чтобы запускался стоит при старте компьютера ну а теперь давайте фон прозрачность давайте посмотрим написано прозрачная а он не хочет ну давайте псевдопрозрачную попробуем ну вот псевдопрозрачная подошла значит закрываем это дело значит чтобы подогнать оконочки под размер экрана нужно будет нажать на карандашик пробежать сюда и вот допустим я хочу убрать расстояние некоторое между интернет давайте посмотрим ну себя как автора я могу и убрать а здесь вот подогнать вот так и подогнать вот так нажимая делить ну и сохраним и вот видите уже появилось значит отдается и берется из интернета то есть вот общий принцип я вам показал а там дальше уже подгоняйте под себя под размеров своих экранов там и шрифтами можете поработать ну простор для творчества как говорится есть значит первое коночки показал теперь большинство остальных программ они значит ставятся вот таким вот образом значит идете в mx инструменты идете в установщик пакетов и вот здесь начинаете выбирать я обычно выбираю из аудио audacity из броузеров я выбираю google chrome из видео я выбираю обычно open shot sm player open shot это видео редактор sm player это видео проигрыватель из графики я обычно выбираю blender дальше рабочее окружение у меня достаточный того который стоит вот док панели я выбираю панельку планка вот нравится она мне очень заставка экрана значки игры конвертеры из конвертеров ну handbrake выберу мессенджеры из мессенджеров ну skype выберу офис файлы печати разная разработка сервер создание снимков экрана тема ну вот мне отживается нравится тема так удаленный доступ ну я всегда ставлю обычно teamviewer так утилиты ну групп кастомайзер флеш течение новостных электронной почты ядра язык язык ну давайте добавим некоторые пакеты русские первые для файерфокса и фанты для либреофиса для почтовика я не ставлю потому что я практически почтовиком этим не пользуюсь торренты куторрент арторрент да все равно вот нажимаю на установить и пошла установка пакетов которые значит вот я выбрал для установки то есть вот молодцы команда MX18 да они наиболее часто употребляемые пользователями программы они их собрали проверили как работает на их системе все это дело там как говорится подогнали все подкрутили подшурупили вот и все у них нормально привинчено вот спрашивают хотите продолжить да или нет а я в английской клавиатуре поэтому я в английской клавиатуре наберу yes да и нажму enter и все равно видите оно все работает и так поставил я значит коночки поставил LBS перезагрузился вот вам один нюанс как добраться до автозапуска здесь это не совсем просто значит вот здесь вот в поисковой строке нужно ввести вот такие слова сеансы и запуск и тогда у вас значит появится вот такой значок а так до него просто добраться нелегко я этот значок закрепляю обычно на панели на планке и вот например допустим автозапуск мне нужно добавить в автозапуск панельку планк и ABS анборд здесь нет как выбрать программу или команду все просто вот и вперед значит ну что давайте я поставлю сейчас сюда планк анборд скопирую нажму окей и таким же образом я еще поставлю сюда анборд анборд борт скопируем анборд и добавим ну и теперь значит посмотрим здесь анборд есть я вижу и планк я вижу это вот планк а вот анборд елочка его поставим и закроем теперь я перезагружусь и посмотрю стартует ли у меня панелька планк и значок анборд анборд итак я перезагрузился значок панк появился на месте значок анборд появился на месте коночки стартуют нормально в принципе все самое необходимое сделано а вот еще допустим когда вы будете делать уже какую-то там свою сборку значит здесь есть вот такая хорошая вещь создать снимок системы выйти с пароль две единички и вот тут появится предложение следующий и два варианта сохранение учетных записей для личного резинового копирования и сброс учетных записей дистрибутива для других но если вы делаете дистрибутив которым хотите поделиться то у вас вот такой красоты не будет а будет тот же интерфейс который был на загрузочной флешке вот как в таком случае я поступаю я сохраняю учетные записи но я еще никуда ни в скайп ни в броуза своих там паролей ничего не заводил и значит мне важно будет только чтобы вот в моей сборке был значок запуска до которого добраться непросто посмотрите как это дело делается открываете терминал и в терминале значит ну пишите там сюда суперюзер суперпользователь нажимаете enter заводите там две единички и вот теперь смотрите пишите такое словечко мин стол и вот видите появляется окошечко установки системы вот его там и берем вот так вот и на планочке закрепляем вот оно закрепилось теперь можно все это дело спокойно закрыть но когда вы будете свою сборочку создавать значит вот без пароля безо всего но ее можно будет так сказать среди друзей там знакомых распространять но она будет вот с этим установщиком и уже его там можете там подвинуть куда вам нравится ради бога и вот теперь значит мы просто напросто значит можете нажать на следующий виртуал я еще виртуальную коробочку не поставил чтобы просмотреть то что мы создадим давайте-ка зададим вот сюда установщик пакетов и вот поставим каймы виртуальную коробочку ответим да или yes без разницы долго я ждал но наконец появилось сообщение что виртуальная коробочка успешно установлена в принципе все странные программы тут я так это установил которые мне были необходимы если вам что-то надо будет особенное значит вы установите или списка программ установщик пакетов вот теперь посмотрите пароли значит нигде я не заводил поэтому мне сброс учетных записей делать не нужно но зато у меня когда я запису все на флешке все будет точно так же выглядеть как сейчас и плюс будет вот эта кнопочка установки вот она и прямо через нее вы начнете устанавливать себе данную как говорится свою сборку там себе или своим друзьям уже зависит от вас поэтому значит вот такие вот программы как TimeShift и вот программа для создания копии настроенной системы очень хороши и дополняют друг друга нажимаем на следующий окей и вот прошел процесс создания как говорится изообраза тоже время берет немало ну а мы пока повечем программку TimeShift наберу я TimeShift вот вот запущу заведу парольчик и вот прикреплю к панельке вот таким вот образом то есть такие вот программы позволяют делать хорошие и надежные копии для MX вот программа она наподобие систембака значит создает значит именно образ настроенной системы в формате ISO как понимаете ISO можно будет записать на любую флешку и установить практически на любой компьютер вот такие вот как говорится пироги с котятами но сейчас пока там все это дело устанавливается я сейчас прервусь итак создание изообраза закончилось длилось оно минут 10 или 15 давайте посмотрим значит я сейчас открою виртуальную коробочку вот в нее мы только единственное что добавим носитель вот зайдем шнаршоты так вот 2 гигабайта все занимает сборка то есть программа очень сильно ее сжимает настройки у меня такие дисплей вот так поднастроен система вот так два процессора задействовано ничего ничего необычного запустим посмотрим что же у нас получилось нажмем enter и программа начала загружаться что так чтобы Продолжение следует... 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 можно ее взять и открепить, вот, а так получилась довольно-таки неплохая штуковина, значит, интернет представлен нормальный, два браузера есть, скайп есть, вот, можете дополнительно поставить сюда еще дропбокс и мегасинг, значит, ну, это уже зависит от вас, все это можно установить, вот, через установщик программ, вот, через этот, так что, пожалуйста, значит, смотрите, выбирайте, тут можно установить программу, которая вам, скажем так, нравится, не рискать долго, вот, ну, ладно, значит, я на этом с вами прощаюсь, желаю вам всего доброго и до новых встреч!